Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях представитель республиканского клуба дзюдо Ахмат Якуб Шамилов. Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Ассаламу алейкум. Ты сейчас, скажем так, очень уставший, но тем не менее, я думаю, у тебя есть определенное понимание этой ситуации и анализ произошедшего. Оцени свое выступление на Олимпиаде. Я читал твое интервью, оно было очень грамотное, ты очень четко выразил свои мысли, но все-таки хотелось бы воочию от тебя услышать. Что удалось, что не удалось? Ну, в принципе, я в Токио ехал только за медалью, поэтому не могу сказать, что удовлетворительное выступление у меня. Ну, в общем, я был готов, настроился очень хорошо, вышел на первую схватку, контролировал всю схватку, выиграл хорошо. И во второй схватке с грузином мы не раз с ним встречались, до этого я тоже ему проигрывал, и сейчас у меня очень хороший настрой был его выиграть. Но, к сожалению, всю схватку я контролировал, и в конце, там, за секунд 10 до конца я пропустил бросок, и на Лазаре уже времени отыграть уже не было. А чувствовал ли ты, что соперник что-то готовит, или все-таки усыпил он деятельность твою? Ну, именно то, что он мне сделал бросок, он обычно этот бросок делает в правую сторону, а сейчас он мне сделал в левую сторону, я вообще не ожидал этого, честно говоря. Может, это заготовка какая-то была, может, у него там просто импровизация это была, не знаю, но факт, что я пропустил этот бросок, и тут ничего не поделаешь. Это спорт, это дзюдо, тут один момент решает. Ну и дальнейший его ход, то, что он вышел в финал, это говорит о том, что ты, скажем так, уступил очень сильному сопернику, уступил немного. Болел ли ты за него дальше? Какое у тебя было состояние? Если я ему уступил, пусть он выиграет. Было ли у тебя такое? Ну, болеть-то не знаю даже, я был, я думал о своем поражении, я уже не думал, да, не до этого было мне, но все равно мы с этим грузином, мы общаемся, вне татами мы друзья, можно сказать, со всеми дзюдоистами даже мы общаемся, на татами мы только рубимся. А так, он в первую схватку со мной, он тяжело боролся, я конкретно настроен на него был, и потом он, когда прошел первую схватку, это у него первая схватка была, у меня вторая. И он, когда прошел эту схватку, он уже настроен был уже 100% на финал, и он очень хорошего израильтянина прошел, потом за вот финал чемпиона мира корейца прошел, он очень достойно выступил, он сам тоже очень сильный борец, чемпион Европы, призер мира, чемпион всяких турниров, очень сильный грузинский борец. Ну да, я думаю, это, знаешь, лишний раз доказывает, что у тебя был сильный соперник, у тебя была с ним равная схватка, вот, я знаю, о чем хотел спросить, вот эта атмосфера, о ней многие говорят, атмосфера на Олимпиаде, только единицам удается попасть туда, только единицам удается испытать эти эмоции, какие эмоции были у тебя, когда ты находился на Олимпиаде, было ли чувство, что что-то такое, знаешь, вот, неординарное происходит, нерядовое, вот, что-то глобальное происходит? Ну, на самом деле, я вообще этого, ну, как вам сказать, я знал, что я еду на Олимпиаду, что это бывает там раз в 4 года, а сейчас даже в 5 лет в первый раз, ну, на меня это не давило, я так скажу. Ну, первый день, когда я пришел смотреть, болеть за наших, за нашего Роберта, я вижу там 60 килограмм из первой восьмерки, 3 человека проиграли в первой схватке, я смотрю, думаю, реально, как говорят, там, психологический настрой очень важен, и, может быть, это мне помогло на второй день настроиться, я вообще был хорошо настроен, и в первую схватку я нормально до конца отборолся, и хорошо выиграл, на меня это не давило так, а так атмосфера, в любом случае, там, лидеры очень тяжело боролись, даже какой-то там последний, кто по квоте попал на Олимпиаду, те даже сопротивление не давали, до голденскора они боролись. А вот, знаешь, вот, то, что вот в зале происходило, не было зрителей, мы знаем, что, ну, были там где-то единицы какие-то, может, десятки какие-то, что есть определенные ограничения в связи с пандемией, вот в этом плане, когда вот пустые трибуны, когда нет каких-то эмоциональных, знаешь, каких-то, ну, поддержек, скажем так, каково было при таких этих побороцах, моментах? Ну, я вам скажу, если даже зрителей не было, то наши очень сильно болели, мы друг за другом, и поэтому трибуны были слышны, но когда ты борешься там на татаме, ты особо внимания не обращаешь на это, ну, когда полный зал зрителей, конечно, красиво, и такой настрой у тебя бывает хороший. Ну, атмосфера, да. Атмосфера такая бывает. А вот в самой Олимпийской деревне мне тоже интересно узнать, как там вообще жизнь у вас проходила, протекала, насколько эти ограничения там коснулись вас, могли ли там вам говорить туда не ходить и сюда ходить, как вообще жизнь в Олимпийской деревне проходила? Ну, я вам скажу, что японцы очень хорошо подготовились, японцы, как им положено, они все четко там, ни к чему придраться, там все вообще, мы спокойно ходили по деревне, мы утром завали анализ свой, каждое утро анализ давали, температуру мерили и в программу ВОЧа это все отправляли. И дальше мы свободно в масках, конечно, гуляли по деревне, там, общались со своими земляками, знакомыми, так что никаких проблем не было. Нас возили в зал, обратно на автобусы. А в сам город не удалось, да, выбраться в Токио? Ну, в город, да, не удалось. Ну, деревня была большая, спокойно можно было погулять. А так мы целый день всегда болели за наших, кто отборолся, и поэтому времени особо не бывало, чтобы в город уходить. А вообще, какие японцы в общении удалось ли прочувствовать этот дух японский? Вот мы же их воспринимаем как самураи, они люди такие очень, скажем так, дисциплинированные во всем. Вот каково это было общаться там с японцами? Удалось ли прочувствовать именно их национальную черту какую-то? Общаться, конечно, с ними тяжело, они особо не понимают вообще. Им, если хочешь что-то объяснить, очень тяжело это объяснить даже. Но они очень дружелюбные, всегда здороваются, даже по улице, когда проходишь, там незнакомые люди даже здороваются. Ну да, довольно-таки интересно. В любом случае, я думаю, это для тебя был отличный опыт. Что дальше? Интересно, ты отбрался на Олимпиаде, этот цикл для тебя был очень тяжелым, но в то же время интересным, насыщенным. Как ты дальше видишь свою карьеру? Действительно, этот цикл был очень тяжелый. Вот эти последние полгода вообще в психологическом плане очень сильно давили. И я хочу сейчас месяц где-то просто отдохнуть от всего, от спорта, можно сказать. И дальше будем готовиться к Парижу. Здоровье есть, здоровье позволяет, желание есть, так что будем стремиться к олимпийской медали, к олимпийскому золоту. Ну то есть, именно ближайший цикл ты воспринимаешь то, куда тебе нужно стремиться, хочешь попасть. Ты правильно? Да, 100%. Ну и тогда о раскладах, я думаю, нам тоже будет интересно. О шансах. Я понимаю, что тяжело оценивать самого себя, но тем не менее, ближайший цикл, твои основные соперники, конкуренция внутри сборной в первую очередь. Потому что, чтобы попасть туда, нужно пройти здесь, начать этот путь. Вот кого ты видишь, главных конкурентов? Да, будет не легче, чем сейчас. Так же тяжело будет, потому что молодые парни тоже подрастают. Есть у нас несколько молодых парней, очень хороших, уже на мировом уровне себя заявляют о себе. Так что придется по полной выложиться. Надо максимально выложиться, чтобы отобраться на следующую олимпиаду. Потому что молодежь все равно горячая кровь, молодая кровь. На пятки наступают. Да, на пятки наступают. Так что непросто будет. Что ж, мы желаем тебе удачи. Желаем тебе не расстраиваться. То, что в этот раз приехал без медали. Уверены, что следующий цикл тебе по силам пройти и завоевать эту медаль. Учитывая твой уровень подготовки и в целом твой уровень. Ну и конечно, благодарим за это общение. Было очень приятно. На этом, уважаемые друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни. Ну и конечно же, не пропускайте наши следующие программы. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин